Творческому объединению «От души» на Министерство иностранных дел России в этом году исполнилось 15 лет. Его истоки тесно связаны с историей России и судьбами знаменитых поэтов. Дело в том, что всегда считалось, что якобы дипломатическая спорта сама по себе, а литературное, в данном случае поэтическое творчество, совершенно иное явление и, как говорится, почти что малосовместимое. Но в истории российской дипломатии и русской поэзии это как раз наоборот. Были многие люди, из тех, кто его назвал, на дипломатической службе России, а вошли-то в историю русской поэзии. Ну, конечно, все легко помнят Большую Троиццу, Грибоедов, Пушкин, Тюрчев. Это как бы имена, которые, как говорится, сходу вспоминаются. За 15 лет семь коллективных сборников стихов. Членами объединений являются как молодые дипломаты, так и ветераны российской дипломатической службы. Я вот только-только впервые, вот в 86 лет издал первый сборник своих стихотворений. Ну, видимо, стремился установить какой-то возрастной рекорд. Ветер, гальков лицоном дунувший, Выжив детский пушок у щек, Шли на фронт безусые юноши, Не познавшие жизнь еще. Среди лирических стихов, воспоминаний и даже песен собственного сочинения, Тема Родины, войны и Великой Победы всегда остается на первом месте. Твой нервный смех был скрытым стоном, Я главных слов найти не мог, И вот команда по вагонам Сказать успела лишь прости, И одиноко на платформе чернела в свете фонаря, А я нелепо по всей форме Тебе с подножки козырял, Скрепела дверь, гремела крыша, И сцепы лязгали в пути, А я одно и то же слышал, Твое последнее прости. Борис Курочкин дипкурьером объездил весь мир. Свои лучшие стихи о любви он написал в разлуке со своей женой, Которую он до сих пор посвящает сонеты и песне. Я люблю тебя за то, что красива ты, Словно птицы на ветру волосы. Я люблю тебя за то, что добра во всем, Хорошо, но бы тепло, быть вдвоем, Бесконечностью глаза светятся, Хорошо, что довелось встретиться. Встреча с поэтами-дипломатами стала уникальным событием В Российском центре науки и культуры в Праге.